здравия всем мои дорогие друзья исследователи или просто слушатели с вами как всегда владимир ввс дании рассекретили данные о наблюдении за нло оказалось что официальной базе числится примерно 15 тысяч случаев встреч пилотов со странными объектами база данных охватывает 40 лет наблюдений офицеры ввс во многих случаях прямо подчеркивают это реально доказывает существование инопланетян интересно правда почему но только в середине 2017 года ввс дании трижды рапортовали о приближении неопознанных летающих объектов самолету уфологи по всему миру тут же подхватили рассекреченные данные на слой штандарт что сделал и я хоть я к уфологам не отношусь сторонники теории заговора давно верят что инопланетяне используют грен ланди в качестве земной базы вот такую я сегодня увидел любопытную интересную новость интересна на прежде всего тем что она прилетела не из сша или австралии или россии предположим это традиционные страны назовем их базы и свидетели неопознанных летающих объектов а издания но дания имеет огромную территорию гренландию а там чтенько что-нибудь да происходит и не нужно забывать что гренландии находится близко от ледяного барьера тьфу от северно ледовитого полюса и остается вопросом что подтолкнуло именно сейчас власти а военные несомненно относятся к властям вдруг озвучить вот такую вот информацию она конечно впечатляет 15 тысяч случаев встреч пилотов за 40 лет с неопознанно летающими объектами это серьезно получается что земля не просто база возможно мы цели для их наблюдения или наша территория просто находится в той точке через которую они осуществляют полеты соответственно где скопление людей я имею ввиду крупные города там in love встречается реже а вот в местах где людей мало например центр австралии можно вспомнить и гренландию там прям очень оживленно я думаю также можно вспомнить и вот это самое оживление неопознанных летающих объектов около атомных электростанций и крупных военных баз ракетных позиций стратегического назначения где используют крылатые ракеты стратегическое ядерное вооружение и тому подобное контроль такое ощущение что за клеткой с обезьянами очень следят кинули туда гранату и смотрят как бы она не выдернула чеку то есть ракета чтобы не вылетела за территорию а то мало ли что насчет того что офицеры ввс прямо подчеркивают существование инопланетян мне довольно таки непонятно они что видели кто внутри сидит может как в истребители под прозрачным колпаком виднеется зеленый человечек и махает им рукой или антенками на голове все это лишь говорит о том что в небе есть объекты неизвестной конструкции возможно созданы искусственно перемещаются на огромных хоростях недоступных человеческим технологиям принципы работы этих имла и известны как и цели но одну цель я могу озвучить точно это наблюдение и также неизвестно кто там находится в этих летающих тарелочек может там обычные люди такие как мы из плоти из крови и с таким же костным составом это большой вопрос никто не видел по крайней мере никто не сфотографировал и не снял живую этих самых инопланетян а если и есть какие-то фото и видео в сети то в достоверности я их сомневаюсь если честно а вот что делает герой следующего видео стоит только догадываться сайт паранормал не на видео попал неопознанно летающий объект который уничтожает облако химтрейл в небе как предположили на этом ресурсе но в логическом youtube канале suspect sky все ссылки на первые источники будут в описании под моим видео 17 ноября появилось видео с белым шарообразным инло который летает в небе среди очень длинного облака похожего на знаменитые химтрейлы то есть химтрассы и он не просто парит на высоте а уничтожает частицы облака на том месте где он находится на глазах быстро появляется разрыв который выглядит совершенно искусственно и дает понять что это нло не китайский фонарик и не беспилотник а именно не поздно летающий объект перед тем как начать растворять облако шар нло пару раз чуть ярче мигает а сразу же после того как в облаке образовался разрыв шар нло начинает тускнете и после исчезает на видеомомент с растворением облака повторяется несколько раз замедление и с увеличением процесс можно рассмотреть во всех подробностях в комментариях высказывается мнение что этот нло заметает следы от оставленного им химтрейла нло и химтрейлы давно связывали между собой хотя создание химтрейлов чаще обвиняют секретные спецслужбы к сожалению в описании к ролику не указано место где он был снят и дата вот такое дорогие друзья странное явление в небе мы наблюдаем и не менее странное предположение что нло заметает следы и вообще они являются авторами этих химтрасс в сети уже множество фотографий этих самолетов с внутренним оборудованием специальными устройствами которые выделяют вот эти самые реактивы вы можете их легко найти я ни разу не слышу что и нло делают химтрассы многие меня спрашивают а я сам лично видел нло я скажу да я скажу да сто процентов я видел и но но дело в том что я не видел именно тарелочки или какого-нибудь корабля летающего диска я видел просто светящиеся шары как ночью так и днем как далеко так и близко правда ли что и нло выглядит как тарелочка задайся вопросом но еще возникает другой вопрос а что если светящиеся шарики это не летающие тарелки или по крайней мере не все из них является некими летающими тарелками а что же это тогда такое или кто может это души которые обрели свободу и выбрались из материального мира виде плазмоидов свободной энергии и перемещается в нашем пространстве а если серьезно кто из вас реально видел тарелку классическое имло конечно в сети есть много всяких фотографий дать какую-то гарантию что они подлинные я конечно не могу большинство видео про его это какие-то светящиеся объекты то есть какие-то шары вдалеке их может быть множество они могут быть по отдельности сняты но реально вот чтобы хорошо можно было разглядеть именно летающую тарелку видео очень мало но все-таки должен признать фотографии какие-то есть давайте я вам покажу видео ссылка на источник будет в описании видео называется просто инло москва 26 08 2016 и вот то что вы сейчас увидите это даже близко не похоже на классический неопознанно летающий объект хоть она и называется инло но от этого она не менее интересно что это такое может есть у кого-то какие-то мысли я сейчас не хочу на сто процентов утверждать что это какие-то объекты они явления связанные с чем-то возможно этому есть какое-то научное объяснение по типу оптического феномена вызванного ледяными кристаллами в перистых облаках верхних слоях тропосферы зависит от формы и расположение кристаллов отраженные и преломленные ледяными кристаллами свет располагается спектре под определенным углом и расстоянием и еще всяких тысячи условий должно совпасть как бы шутку я сказал могу также вспомнить что сказали официальные сми про красное небо и солнце в некоторых странах европы виноваты во всем песке сахары то есть я про что говорю возможно есть какое-то научное определение то что вы сейчас видите на своих мониторах но для меня это очень странно у меня сразу мысли возникает вообще другого порядка давайте послушаем автор видео я не знаю что такое но вот над каждым домом такой вот темный листик вот один дом вот второй дом вот видно это листик и вот третий такой же дом одного проекта над всеми одинаковый листик черный черный сначала я подумал что этот пожар думаю ну пожар из вытяжки пошел черный дым но потом обратил внимание что вот эти вихри они над всеми вот этими тремя домами эта серия вроде москвич как вот сейчас мне кажется около 9 лет в третьей вечер в пятницу солнце съело может быть не знаю почему то с другими домами таких вихри я не буду они вихри вот 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 пожалуйста как вы поняли он сначала подумал что это вообще какой-то пожар типа дыма выходящего потом обратил внимание что такие маленькие темные вихри кружат именно над тремя домами похожими между собой удивительно он даже назвал серию этих домов и даже высказал предположение что возможно это оставает рубероид на самом деле спасибо автору за качественное видео очень странное явление в москве ссылка еще раз скажу на полное видео и оригинал будет в описании у меня сейчас нет каких-либо комментариев каких-то идей более-менее реалистичных кстати сегодня я посмотрел ютуб в поисках интересного видео и я должен сказать много чего нашел так что буду периодически радовать вас интересными какими-то явлениями всякими видео и пока я готовил материал у меня пришли кое-какие мысли в голову коротко сейчас я вам расскажу выложу по поводу инло и хемтрасс первое что мне пришло в голову это не сто процентов хемтрасс прежде всего второе если это хемтрассы или облако определенного вида возможно были взяты какие-то пробы образцы вот с этого инло второе это исчезновение облака или хемтрассы могло быть вызвано например каким-нибудь определенными физически-химическими свойствами эффектом связанные с этим инло то есть температура повышенная какое-то излучение исходящее из корабля из этого инло так скажем не корабля это я уже преувеличил то есть исчезновение какой-то части облака происходило не преднамеренно но возможно и преднамеренно и то что это инло лично у меня не вызывает никаких сомнений неопознанно летающий объект в достоверность видео я не могу дать никаких гарантий что это настоящее инло и не подделка но все-таки похоже на настоящее давайте честно признаемся насчет маленьких темных странных вот каких-то явлений над домами возможно это не зря происходило именно над тремя одинаковыми домами может быть это какое-то покрытие крыши то есть по типу рубероид да я не знаю с чем это должно быть связано со временем превратилась вот типа пыли да ну что-то такое не могу вам точно сказать здесь могла сыграть также вентиляционная система система отопления свою роль и на выходе мы могли получить вот такой вот фокус но на самом деле все равно это довольно таки странно и в голову приходят и другие мысли надо подумать подумать а с вами был Владимир до свидания до следующих встреч пока